Хэй, 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 всем привет дорогие исследователи, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Journey to the Savage Planet, да-да, путешествие к дикой планете, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я пока что немножечко прокачаюсь. У нас тут есть с вами задание, а именно, все выше и выше, для этого нам нужно пусковые ускорители для себя распечатать, давайте мы с вами это и сделаем сразу же, почему бы и нет. Поздравляю, теперь ты можешь прыгать достаточно высоко, чтобы навредить себе при падении, а при посадке, у каждой розы есть смертельный урон от падения, чего, что это значит? Но неважно, главное, что у нас с вами есть еще прокачка, стабилизатор бум-гранатов, то есть мы, внимание, сможем носить гранаты с собой. Это, конечно же, очень важно, естественно, мы это качаем, потому что это нам очень-очень сильно поможет. Кстати, можем еще и пояс исследователя качнуть, либо же быструю перезарядку, на самом деле хочу перезарядку. Понимаю, что пояс исследователя тоже полезная штучка, но все-таки хочется мне стрелять еще быстрее, чем раньше. Так, это, видимо, у нас гранаты, вот так вот выглядят довольно красиво. Мне кажется, что все должно быть теперь очень даже неплохо. Такс, ну что, давайте на планетарные обломки отправляться, в принципе, будем исследовать сейчас потихонечку. Скорее всего, ребят, на этой неделе буду играть на стриме в эту игру, поэтому обязательно тоже ставьте колокольчик на, так сказать, канал. Будем с вами вместе изучать эту всю ситуацию, кстати. А как я должен? А-а-а, все, пон, пон, пон. То есть мы теперь можем делать высокий прыжок, замечательно, с помощью кнопочки Alt. Ладно, погнали пока что дальше. Будем сейчас смотреть, куда мы с вами не добрались в прошлый раз. Потому что я помню, что, во-первых, здесь монстр какой-то сидел интересный, которого хотел зачекать, по крайней мере. Вон он, по-моему, кажись. Окей. Посмотрим на него. Ну и заодно, естественно, посмотрим, куда мы должны с вами... Блин, вон он, реально, смотрите. А. Наверное, наверное, я сделал это зря. Почему-то у меня есть такое ощущение, что можно было этого не делать. Не знаю, зачем я это сделал. Так, этой штуки у меня пока еще нет. Но ничего не попишешь. Уже что сделано, то сделано, так сказать. Так, пробосборник. Так, давайте будем периодически использовать его, стараться, по крайней мере, по возможности. Потому что я знаю, что если его использовать постоянно, то... Кстати, а что я сделал? Почему я не сразу... Блин, вот сейчас мог грохнуться, а по большому счету просто так бы грохнулся. Надо с разбега обязательно прыгать. Так, вижу этого чубрика, который сканирует все. До него нужно добирать... Кстати, вот еще. Пока не могу отсканировать, к сожалению. Давайте посмотрим. Так. Так, она куда-то уплывает. Защитный куст. Твердая снаружи. Так, это все понятно. А куда она? А-а-а! Слушайте, а это случайно не к секрете, Кулиан? А, нет. Смотри. Э-э-э... Я провела размер сканирования существа и пришла к научно обоснованному выду, что она на 90% состоит из дерьма. Почему? Почему так оскорбляете ее? Ну, ее нельзя убить. Окей, окей. Э-э-э... Такс, ну ладно, я не знаю даже. Давайте двинемся дальше в загазованное чрево. Совсем как кешью могу поспорить и не знаю, что кешью растут на конце здоровенных уродливых плодов. Так, ну... Я не знаю, почему он на меня летит. Я немножко переживаю, когда такое происходит. Поэтому чисто на всякий случай. Так, чисто на всякий случай. Прежде чем туда отправиться, я бы хотел еще гасануть вот этого чубрика, потому что... Что-то он меня немножко напрягает, честно говоря. Такс. Упс. Он меня заметил? Нет, не заметил. Такс. И вниз я бы тоже, на самом деле, слазил, но немножечко попозже. Заметил. Найс. Так, но вопрос в том, что... Да, в том, что я, к сожалению, не имею возможности здесь нигде спрятаться особо. Я пытаюсь где-то бежать по боку. Он меня, я даже не знаю, замечает или нет. Походу, дела нет. Что довольно-таки странно, честно говоря. Давайте подождем, и сейчас можно будет уже по прямой бежать, мне кажется. Побежали. Прячемся. Тут сейчас было опасно. Прячемся. И сейчас побежим и ткнем его. Погнали. Хе-хе-хе-хе. Красиво вышло. Очень даже. Мне понравилось. Собрать с него мы что-нибудь сможем? Наверное, уже нет. Он все-таки уже мертвый. Возможно, можно было, пока он был живой. Но это мы уже с вами пока что, по крайней мере, точно не узнаем. Давайте спустимся вниз. Здесь тоже есть какие-то ништячки, которые я хочу собрать. И, кстати, даже какой-то очень даже интересный ништячок, который называется инопланетный сплав. Мне это однозначно тоже пригодится. Блин. Чем много будет? То есть я могу просто... А, ну да. Он, по сути, под охраной этого как раз-таки и был. И у нас с вами плюс инопланетный сплав. Вообще замечательно. То есть, по сути, надо было просто пропрыгать красиво. И мы с вами это сделали. Здесь секреточка. Я ее вижу. Но добраться туда пока не могу. У меня нет такого скилла. Попозже мы с вами туда сходим. Здесь собираем просто кремний. Пригодится тоже. Ну и погнали тогда туда, в принципе, в эти загазованные болота. Здесь нам вроде пока что делать больше нечего. Так, хп у меня полное. Ну двигаем. Кстати, а я не могу случайно эту штучку? Ничего с ней делать? Нет. Окей. Что у нас в загазованных болотах? Плюс кремний, кстати, еще. А, я так предполагаю, что вниз нам лучше не падать. Есть у меня такое смутное ощущение. Что это? Светящийся? Ага. Все, вспомнил. Ух ты. Кто? Что? Кто что? Что? А. Нифига себе, это... Это зараженная пухлоптица. Злая зараженная все равно любит тебя. Похоже, что ее слабое место, это небольшой помпончик на голове. Похоже на то, но она еще и дамажит нифигово с этого помпончика. Слушайте, я бы отсканировать попробовал, честно признаться, но я не знаю, сработает или нет. Ага, и она еще... Кстати, походу, нас не дамажит эта фигня. Сама по себе. Но пухлоптица дамажит еще как. Да что ты будешь делать, умри. Найс. Но она вроде бы и не дает даже ничего за себя, поэтому не знаю, есть ли в этом смысл. Кладбище пухлоптиц жутко над гробью пришельцев. Это не то, чтобы плохая примета или что-то еще. Блин, что за жесть? Кладбище пухлоптиц... Может, это не зараженная пухлоптица, а пухлоптица зомби как вариант? Вот чисто такое предположение у меня есть. Ай, ладно, погнали дальше. Еще кладбище есть. Ну, кстати говоря, зараженные пухлоптицы, они как раз получаются ровно на кладбищах обитают. Своих же. Поэтому не исключено, что они реально какие-то зомбаки. Кстати, надо бы отсканировать этих мошек тоже. Дайте пока прям по прямой побежим, мы там дальше уже посмотрим. Дальше двигать придет. Плюс кремний. Найс. Плюс углерод тоже хорошо. Слушайте, ну здесь прям вообще такая локейшн мощная, я бы сказал. Эти что? Это пещерные пухлоптицы, они нормальные. А я могу их, кстати, отсканировать? Точнее, пробую взять. Нет, не могу. В принципе, пофигу, мне они не особо-то нужны. Так, нам наверх или вправо? Давайте сначала, наверное, изучим вот это место, потому что оно наиболее доступное. А потом наверх пойдем. Кстати, может быть и не сюда. Вижу полезное кое-что слева. Кто внимательный, тот молодец. Здесь у нас с вами выход к новой локации. Гниющая пропасть. Но прежде чем идти сюда. Кстати, у меня маркер туда показывает в любом случае, поэтому мне в любом случае сюда. Вот это я хочу забрать. Отлично. Даже без анимации, в общем-то, мне это активировали. Хорошо. Так, там зараженная пухлоптица раз, зараженная пухлоптица два. И зараженная пухлоптица три еще, кстати, есть. Но мы, в принципе, можем ее даже заигнорить. Я так понимаю, что нам нужно было все-таки направо, наверх туда вот двинуть. Скорее всего, так оно и есть. Сейчас посмотрим. И я еще вот сюда вот на всякий случай задвинусь, потому что есть еще ресурсы. Так, здесь вроде ничего. Периодически сканировать, реально. Такс, ну погнали. Погнали наверх. Здесь вроде все чисто. А, или... А что, я выше не могу? А, нет, могу. А кто меня задамажил? Что-то я не понял. Мне все время подсвечивать, что есть враг, но он, скорее всего, внизу. А кто меня здесь-то задамажил? Пещерный пухлоптица вроде не должен дамажить. Если я не ошибаюсь. Вот что. Катрос. Плюс к хп, кстати говоря, здоровье и выносливость. Лучше напекал. Прикольно, прикольно. Замечательно, я бы даже сказал. Так, ну а тем не менее, мы просто секрет... А, нет. Продолжаем подниматься. Слушайте, вообще высоко поднялись, я бы сказал. Это уже даже не пещерный пухлоптица. Это какие-то такие уже почти что надземную пухлоптица. Дальше вроде... Не, некуда. Я не знаю, уже нужно сюда или нет. Серьезно, это уже странное какое-то место, но... Просто по инерции поднимаю. А, я понял, куда нам нужно. Такс, ну давайте попробуем. Семя зацепа, раз. Получаю сигнал бедствия от одного из картографов. Я тебя не подгоняю, не подумаю, но не запрограммировано чувствовать страх и боль. Я точно знаю. Окей, намек понятен. А, здесь вроде нифига. Я могу просто не сказать, что здесь нет. Нет? Не обратно. А, ну скорее всего мне сюда и потом вон туда вот. Наиболее логичная идея. Найс. Фух, древний гриб Синьеда седьмой. Походу дела мы пришли туда, куда нужно, ребята. Это новая локация. Как раз таки та, которая нам и была нужна, судя по всему. Смотрите, что это такое. Цитрослад. Сочный фрукт, который местная фауна просто обожает. Но сделать я с ним ничего не... А, не могу ли я его случайно... Опробовать. Не, не могу. Ладно, тогда идем дальше. Сразу видим телепорт. Я думаю, что имеет смысл сразу его активировать. Ух ты. Сколько бабочек. А шо это за деревце такое интересное? Чехла шляп. Хилый чехлы слабый, но хватит от тебя. Давай лучше поговорим об этом растении. Да. Все, спасибо. Листья этого дерева на самом деле вовсе не листья, а стая бабочек, потому что отращивает листья ужасно скучно. Блин, прикольно. Вот это мне реально нравится. Классная задумка получилась у разработчиков. Это прикольно. Такс. Похоже, тут неподалеку есть еще одно светилище. Ага. Мы можем с вами что-то... Так, а ты кто? Вожак пухлоптиц. Блин, опять меня подсвечивают, что здесь какие-то враги, но... Равнинно... Ну, она тоже меня любит. Она не хочет меня убивать. Зачем... Зачем мне ее подсвечивать? Такс. И мы, в принципе, идем в правильном направлении. То есть, скорее всего, светилище это ровно то, что нам и нужно. Я не исключаю такой вероятности, по крайней мере, точно. Так. Светилище. Вот оно. Светилище. Улучшенный протонный нитий. Тут когда-то находился мощный кристалл. Мы сможем улучшить протонный нитий. Восстановим и возьмем образец. Такс. Хорошо. Но в целом нам нужно не только сюда. Видите? У нас подсвечивают 200 метров в ту сторону. В принципе... Я так понимаю, что нам нужно идти по этим. А ты что такое, блин? Рой насекомообразных любят на... Так, ладно, понятно. Мне, в принципе, пофиг на это. Я могу ее убить. Ули, держись подальше, если... Я могу куда-то... Да, могу. Странная какая-то тема, короче, с врагами в этой игре, если честно. Но ничего страшного. Нам в любом случае сюда. Еще 150 метров до... Нужного места. Я даже, если честно, не помню, куда мы точно идем. Но раз уж подсвечивает карта, значит, куда нам и нужно. Такс. Здесь. Может быть, секретик найдется? Ух ты ж. Е-мое, что ли? Далеко, далеко падать пришлось бы. В принципе, мы бы пережили это падение в любом случае. Но... Что-то мне не очень пока хочется проверять, что там внизу. Такс. Здесь, кстати, тоже... Даааа. В таких местах всегда бывают секреточки. Ну, походу, дело, это не секреточки. Нас сюда и ведут. Так. Янтарь. Много янтаря. Ну, я понимаю, опять же, в чем смысл, естественно. Это само собой. Полетели. Полетели. Пустой пока что. Плюс инопланетная курмайша добавил. Прекрасно. Мы уже просто обжираемся ею, конечно, без остановки. Но ничего страшного, пригодится. Я, кстати говоря, видел птичку здесь, которую я бы хотел взять... С которой я хотел взять пробу. Блин, она убежала уже. Не повезло. Ну, ладно. Покинули. Еще. Красиво. Здорово. Эээ, ты что, офигел, блин? За шо? За шо вы это делаете, друзья? Ох уж эти пухлоптицы. Ох уж эти пухлоптицы. Кислотовик. Кислотный пузырь. Так, это может... Просканировали, судя по всему. Последний вроде. А, нет, там еще один. Давайте все сразу раскроем, чтобы... Пять не бегать. Да все, все, успокойся. Хорошо. Продеваем. Такс. Смотрите, там какие-то летающие... Эти, стреляющие фигни. Еще и телепортирующиеся, походу, да? Что это? Фрагмент кристалла. Да что ты... Блин, мне сначала надо прежде чем убивать их, отсканировать. Иначе я уже потом не знаю, когда с ними встречусь. Опять какой-то. Ступорож. Налицо ужасный, но языком орудует ловко. Замечательно. Но мне... О, одному убил. И второму убил. Все, главное, что мы отсканировали. Это как бы основная идея, чтобы я сканировал как можно больше всякой фигни, которая может пригодиться в научном исследовании. Такс. А что за кристалл там был, который, наверное, он мне нужен? Нет, кажется, да? Да. Замечательно. Неплохое начало, но мне нужно больше образцов. Один кристалл и есть. Нужно три собрать. В принципе, опять же... Давайте сбегаем, наверное, туда, куда нам показывает точка наша. Вот что я думаю. Потом, в принципе, если что-то, сможем еще пройтись по этим нитям, чтобы улучшить протонную нить. Это нам в любом случае сделать надо будет. Так что не паримся особо. Такс. Хорошо. Инопланетный сплав. Блин. Нормально, что он здесь так лежит, ребят? Ненормально, конечно же. Боевитус хранилиус подчинил себе создание поб... Понятно. Подчинил создание поблизости. Не просто так, очевидно. Сейчас мы кое-что сделаем. Погнали. Ждем. Ждем. Выстрел. Красиво. Красиво. Хороший выстрел получился. Боевитус повержен. И плюс инопланетный сплав. Я так и знал, что просто так лежать не будет, блин. Это всегда подстава какая-то, ловушка. Такс. Тем временем у нас маркер сместился в другое место. У нас два инопланетных сплава. В следующей серии мы сможем еще что-нибудь себе вкачать, как обычно. Потому что два инопланетных сплава это два улучшения хороших. Прям реально хороших. Потому что на обычные улучшения инопланетных сплав вообще не нужен. Так что здесь у нас с вами одни плюсы. Такс. Ну что, давайте, наверное, пробежимся по-быстрому. Посмотрим, что у нас. Куда еще ведут нити. Протонные. Наши. Хорошие, красивые. Почему я это не осканировал? Щит улья. А. Ха. Вот что оно делает. Я понял. Можно просто выстрелить не в щит. И таким образом победить. Не особо-то сложная технология инопланетная. Так. В эту сторону. Я так понимаю, что здесь будут какие-то всякие испытания на каждый из вот этих кристаллов. Вероятнее всего. Пока что не вижу. Ага, сюда. Погнали. Вожака пуглоптить лучше не обижать лишний раз. Потому что, ну, вы знаете, как он себя ведет. Начнет там выпендриваться. Нафиг надо, реально. Лучше уж. Блин. Серьезно? А я смогу потом забраться? У меня кристаллы зацепа вроде есть. Ладно. Если что, то... Ладно. Разберемся, так сказать. Есть еще один кристалл. Теперь мы знаем. Ну, то есть, вообще-то, мы по-прежнему ничего не знаем. А, есть. Вот, куда забраться даже. Ну, теперь представляем приблизительные размеры. И еще что-то там даже. Хорошо. Хорошо. Вообще, мега-изи по сравнению с предыдущим. Там хоть надо было что-то делать. Здесь просто напрыгнулся. Так. И остался последний кристалльчик. Давайте уже за сегодня тогда их все откроем. Я думаю, почему бы и нет. А вы пока не забудьте поставить лайк, друзья. Ведь только от вас, как обычно, зависит, будет ли следующая серия или что вообще будет дальше. Так. Вот, куда ведет следующая нить. Она идет обратно. А, нет, не совсем обратно. Она идет вот сюда. Сейчас посмотрим, что здесь у нас хранится. Угу. А может, даже и обратно ведет. Кстати говоря, вот этого чубрика довольно сложно убить. Мы сразу это сделаем. Задоджил. Задоджил. Тогда пока не будем его трогать лучше. Я так думаю, что нам все равно, скорее всего, туда нужно. Мне кажется, что там должна быть какая-то секреточка интересная. Так. Она сюда вот не нужна? А куда нить ведет? А-а-а. А, так она туда и ведет. В лол. Вот прям, ребята, реально. Я уже столько в эти всякие игры играю, что просто чувствую, где что находится. Какие всякие секреточки и так далее. А-а. Тут вообще нифига не надо делать. Меня жестко продамаживает сейчас. У меня один хп остался. Да. Держу в курсе. Блин, это очень плохо, потому что я не очень... Ага, вижу. Главное, это бежать. Кстати, убил я сейчас пухла птицу. Как бы на меня они не набросились вдобавок. Все. Я подхилился. Фу. Ладно. Теперь постараемся быть более подготовленными. Потому что нас прямо жестко задамажило. Давай. Готов. Нормально. Сойдет. Сойдет со второго раза, но загасили. Главное, что загасили. Это самое главное. Все это убираем. Потому что здесь, оказывается, так сказать, ловушкинс был для нас. Но. Кристалл есть. Все три кристалла готовы. И сейчас, я думаю, мы можем даже сразу узнать, что у нас будет там за приколдес. А в следующей серии будем уже качать, соответственно, и по возможности даже открывать. Если у нас будет, конечно, такой вариант по ресурсам. Ну что ж. Разрушительный алтарь Юнь Дзи, так сказать. Готово, прямо как новенький. Теперь давай соберем образцы. Е-е-е. Ну давай нашу фиговину эту огромную, как обычно, достали дрель. Э-э-э. Высасываем энергию из кристалла. Поехали. Все. Кристалл уничтожен. Зато у нас целый бак этой энергии. И это хорошо. Супер. На сегодня, пожалуй, что все, дорогие друзья. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии. Все столкни прочитают. Ну а в следующей серии будем уже смотреть, что же мы с вами такое интересно открыли. И что мы можем с этим сделать. На сегодня все. До скорой встречи. И пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо. Красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.